Это очень сложный вопрос. Что делать простому человеку, чтобы избежать паранойи, которая может возникнуть при вот этих вот пропагандистских усилиях со всех сторон? В первую очередь, мне кажется, нашим официальным телеканалам надо быть тоньше, надо быть жестче, но тоньше. Допустим, врут ли у нас? Нет, не врут. У нас говорят правду. Но всю ли правду? Нам все время не договаривают. Я владею украинским языком, поэтому я смотрю украинские телеканалы. Вот там ситуация диаметрально противоположная. Там чуть-чуть правды и вот такой ком лжи. Если у нас пропаганда, да, конечно, есть. А как без пропаганды? Более того, в этой пропаганде существует огромное количество воинов, солдат, генералов, допустим, талантливых, как Володя Соловьев. Менее талантливых, не буду называть фамилии которых, которые вызывают раздражение. Что нужно сделать? Перестать недоговаривать. Есть ли проблемы на Донбассе со стороны неукраинской? Есть. О них надо говорить вслух. Есть ли там бандиты? Есть. Есть ли там беспредел? Есть. Его надо показывать, не надо о нем. Замалчивать его нельзя. В то же время продолжать рассказывать о том, что там происходит, не стесняясь в выражениях. Надо ужесточить свою позицию. Но правда должна быть полной. Потому что, когда мы недоговариваем, люди все равно из других источников узнают. И если мы это не освещаем, то нам перестанут верить. А вы же не сказали, что вот эти вот там, они оказываются не ополченцы, а полубандиты, а вот эти вообще бандиты? Нет, надо об этом говорить. Тогда быстрее Донбасс очистится от этих полубандитов и бандитов. И мы сможем открыто и честно смотреть миру в глаза. Мы ничего не скрывали. Да, война, война вытягивает на поверхность пену. И в этой пене может быть много очень гадости. Но из двух зол выбирают меньшее. Какое меньшее зло? Полубандиты, о которых мы честно должны говорить. Или войска, официальные войска, которые бомбят собственные города. Вот тут должна быть честность полная. А простому человеку что делать? Это вот мы поговорили о том, как должны действовать телеканалы. Что делать простому человеку? В идеале не смотреть все это. В идеале, если мы выбрали Владимира Владимировича Путина и доверяем ему, а ему реально доверяет большая часть населения. Я не социолог, не знаю проценты. Но по мне, из моих знакомых, это больше 90%. Доверили, дали ему мандат. Пусть он его выполняет. Не справится, будем разговаривать. Но пока справляется, и дай бог ему здоровья. Поменьше слушать вот это все. Есть развлекательные каналы, есть спорт, где мы можем гордиться. С приходом Путина он вырос опять. И нам не стыдно за свою страну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!